Еще два года тому назад, даже год тому назад, да мало того, месяц тому назад, трудно было себе представить, что вот на этом месте, замечательном месте, может быть воздвигнуто вот такое чудо. Я думаю, что это может сделать только человек очень сильным характером, сильной волей, человек добрый, человек, который осенен какой-то благодатью, возможно, божеской благодатью. Ну, такой человек Руслан, Руслан имел большую мечту сделать вот здесь вот такое вот замечательное место, на таком замечательном месте он еще и сумел построить храм. Это уже не первый храм его в жизни, я думаю, что не последний. Я первый раз присутствовал вообще вот на освещении храма, на установке куполов, сегодня было такое, я бы даже сказал, какое-то таинство. Для меня это произвело очень большое впечатление, потому что это действительно очень красиво, это очень торжественно, это очень волнительно. И самое главное, это дает задуматься о том, что мы оставляем после себя в этом мире. Сегодня были установлены на храм купола с красивыми крестами. Я думаю, что голос храма – это звонница, это его колокола. Мне кажется, что колокола очень успешно были отлиты мастерами, и, как мы знаем, что не каждый колокол получается. Но, наверное, для этого храма уготован Господом хороший голос, хорошие колокола, только, наверное, потому, что делали это хорошие люди, потому что этот храм стоит на том месте, на каком нужно, поэтому к этому храму будут приходить люди. Наверное, это будет жить вечно. И вот этот голос храма, вот этот голос звонницы, он будет звучать как в наших ушах, так, наверное, в наших душах. Я думаю, что этот голос еще долгие-долгие годы будет звучать и будет радовать всех нас своим перезвоном. То, что сегодня было сделано, настолько богоугодное дело, что, мне кажется, нет равнодушных людей, которые сегодня присутствовали. Здесь было очень много, у которых не было большого волнения в груди, которым понравился вот этот вот сегодняшний пуск храма, ну, будем так говорить, освящение храма. Поэтому я большого доброго пути этому храму желаю, чтобы люди здесь находили себя. Счастья этому дому. Я хочу пожелать этому храму, чтобы он принимал большое количество людей, чтобы он заставлял людей задуматься о смысле жизни, и чтобы он делал их чище, лучше, красивее, и чтобы помогал им жить, чтобы они были здоровы. Успехов и счастья этому месту.